Всем привет! Для многих людей идеальным отдыхом на природе является рыбалка. Ведь что может быть приятнее шума воды, красивой природы, запах костра и долгожданной поклевки? А как нас радует и лов, будь то маленький окунь или огромный карп? Впечатлений масса. Есть у этого увлечения и альтернатива в виде компьютерных игр. Итак, топ лучших игр симуляторов рыбной ловли. 10 место. Пропилки. Симулятор зимней рыбалки. На протяжении 10 лет игру делают два финна, назвавшие себя Тимп Рацион. Микко Хапо и Дженни Ольконен. Игра имеет скромные системные требования и пойдет на любом компьютере. Симулятор представляет из себя зимнюю рыбалку, в которой, как и в любой другой рыбалке, учитывается место дислокации, погодные условия, выбранные и приобретенные снасти. После выбранного места ловли вы участвуете в турнире на время, на рекордный вес рыбы и тому подобное. Также просматриваете глубину водоема и отправляетесь пешим шагом сверлить лунку. После этого присаживаетесь на рыбацкий ящик и опускаете снасти в лунку. Это самое приятное, что есть в игре, ожидание поклевки. Дух захватывает, когда к его гудочке шелохнется. Есть маленькие недочеты в игре, но в целом она хорошо подходит для приятного времяпровождения. Девятое место. Фантастик Фишинг. Исключительно русский симулятор рыбалки с присутствием РПГ элементов. Почему исключительно русский? Во-первых, потому что от российских разработчиков, а во-вторых, потому что во время рыбалки можно заниматься распитием спиртных напитков, общаться с соседями и закусывать это дело тем, что под рукой. Впрочем, никто не мешает заниматься этим и перед компьютером. Но за рыбалку. Фантастик Фишинг, как и в большинстве симуляторов рыбной ловли, при закидывании удочки необходимо учитывать кучу параметров. Погода, рельеф дна, миграция рыб, время суток, повадки рыб и уровень кислорода. Поначалу игра затягивает, но постепенно открываются все новые и новые подводные камни. Постоянно оказываешься перед выбором, или забросить квест, забыть про достижения, или заливать деньги. Любой предмет за реальные деньги в несколько раз лучше купленного за игровые, поэтому если хотите поиграть в эту игру, готовьте деньги. Восьмое место. Айс Лайкис. Симулятор зимней рыбалки, который подарит чувство азарта и сделает вас настоящим рыболовом. Разработчики предлагают окунуться в мир рыбалки без риска замерзнуть или провалиться под лед. В Айс Лайкис вы примите участие в соревнованиях, причем соревноваться в ловле рыбы вы сможете как с реальными игроками, так и против компьютера. На соревнованиях игрокам дается водоем и 45 минут для поиска места и ловли. Найдя место, опираясь на чутье и опыт, вы делаете лунку, используете подкормку, выбираете нужные снасти и пытаетесь поймать как можно больше рыбы. Другие участники делают то же самое. По истечению времени победит тот, у кого по весу будет больше всего рыбы. При ловле вам нужно обращать внимание на местность, предполагать какая рыба тут водится и использовать для этого нужные снасти. Если у вас не клюет, меняйте место, наживку, крючок и даже удочку. Тут нужно набраться опыта, чтобы стать лучшим рыбаком. Седьмое место. Трофи Фишинг 2. Симулятор рыбалки с приятной графикой от разработчиков из овергрупп на движке Юнити. Игра постоянно улучшается и развивается, при этом является большой энциклопедией с большим количеством видов рыб. Начнете вы на реке Волги с небольшого обучения, которое расскажет, как правильно управляться с удочкой, крючками, леской и наживкой. Ловится рыба очень просто. Делаем заброс, подсекаем и вытаскиваем улов. В игре есть параметр энергия, предназначен для выуживания крупных рыбин из воды. Влавливаемую рыбу можно сразу продать или обменять на энергию. Всего в игре 5 локаций. Волга, Дунай, Нил, Днепр и Миссисипи. На каждой локации есть места для ловли, но все они сразу недоступны и постепенно их нужно покупать. Если вы выполните миссии для входа, то места откроются бесплатно. Для этого нужно выловить определенное количество водной живности. Шестое место. World of Fishing. World of Fishing является полноценной ММО с возможностью развития персонажа, различными квестами и интересной механикой. Рыбалка начинается с небольшой лодки и основной экипировки. Далее с повышением уровня игрокам будут открываться новые возможности. Ловля все более крупных рыб, вплоть до акул и улучшенная оснастка. Динамичные поединки в реальном времени с разнообразными видами рыб под контролем искусственного интеллекта выглядят довольно сложно. Разработчики здесь делают упор на реалистичность. Также помимо основного режима в одиночку имеется режим команды и фристайла. Если с первыми двумя все понятно, то третий предоставит игрокам возможность насладиться экзотическими местами для рыбалки от Ванкувера до Кейптауна, что в общей сложности составит около 30 рыболовных мест. 5 место. Атом Фишинг 2. Вы когда-нибудь мечтали порыбачить в условиях повышенной радиации? Вряд ли, но Rage Creative Labs готовы представить подобную возможность в симуляторе Атом Фишинг 2, интригующем продолжении первой части на просторах постапокалиптического мира. Как известно, после каждого добротного апокалипсиса рыба в реках и озерах ведет себя крайне странно, да и выглядит, мягко говоря, не очень. Поэтому не удивляйтесь, если рядом с нормальными карпами в вашем садке кажутся карпы двухголовые. Или какие-то еще другие. Рыбачить в игре приходится в биологическом костюме, еще и на дозиметр регулярно поглядывать приходится. Жалко, что разработчики не пошли дальше и не ввели возможность отстреливаться от особо мутировавших особей. В общем, если вы хотите поиграть в рыбалку, смешанную со сталкером, эта игра для вас. Четвертое место. Ultimate Fishing. Уникальный симулятор, который подарит вам незабываемую рыбалку в разнообразных рыбных местах. Каждый из нас хоть раз бывал на рыбалке, и это поистине прекрасный отдых на природе. Но не всегда получается привести домой свой улов. Вот в игре Ultimate Fishing Simulator вы сможете не только поймать рыбу, но и почувствовать, каково это держать в руках спиннинг и переживать за огромную рыбу, которую можно упустить. Вы можете отправиться в путешествие по нескольким городам, среди которых Варшава, Гамбург, Оттава, Париж и Нью-Йорк. Каждому геймеру предоставляется огромный выбор всяких рыболовных страстей, снастей. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на большое количество рыболовного снаряжения. Со временем с выловленной рыбки можно заработать некоторое количество денежных средств и купить новое оборудование, благодаря которому можно вылавливать еще большую рыбу. 3 место. Еврофишинг. Как заверяют разработчики Еврофишинг, их игра самый реалистичный симулятор рыбалки. Хорошая графика, различные водоемы, включая основной Foundry Dog, который находится в черте города, но при этом в нем водятся карпы, платва, лещ, а опытный рыбак способен выловить даже сама. Еврофишинг — это расслабляющий симулятор рыбалки, который удивит разнообразием по выбору снастей и хорошей симуляции ловли рыбы. После того, как вы закинули удочку и через некоторое время поймали первую рыбу, игрок во всей красе демонстрирует пойманный трофей. Кстати, прежде чем поймать какую-нибудь рыбу, нужно немного постараться выбрать правильную приманку и найти рыбное место. В целом игра оставляет приятное впечатление и заслуженно попадает на третье место нашего топа. Второе место. Русская рыбалка 4. Весьма качественный и реалистично прорисованный симулятор онлайн рыбалки. Разработчики постарались на славу, старательно прорабатывая мельчайшие элементы. Вы на самом деле сможете почувствовать себя истинным рыбаком, который забросил удочку с берега реки или пруда. Огромное разнообразие рыб, снасти для каждого вида рыбы, приманки на любой вкус — все есть в игре. Процесс клёвый и вытягивание очень реалистичен. Следить надо буквально за всем — натяжением лески, правильной хватки удилища. В общем, за всем, чтобы рыба не смогла сорваться с крючка. Да и не забывайте о питании самого рыбака, ведь ему нужна энергия для лова и мелкой и крупной рыбки. В общем, отличная игра для любителей порыбачить и получить настоящее удовольствие от процесса ловли рыбы. Первое место. Fishing Planet. Игра представляет собой многопользовательский симулятор рыбалки от первого лица. Симулятор подойдет для заядлых любителей рыбалки и поможет набраться опыта в этом деле новичкам. Как говорят авторы, их задача — стереть грань между виртуальной и реальной рыбалкой. Именно для этого используется уникальный метод фотосканирования, которым так гордятся разработчики. Он позволяет с помощью серии из нескольких сотен фотографий, обработанных специализированным ПО, перенести в игру объекты из реального мира — коряги, бревна, скалы и т.д. Вторая гордость авторов Fishing Planet — система симуляции воды и физический движок. В большинстве современных игр симулируется морская вода с высокими волнами. В симуляторе пресноводной рыбалки стояла задача реалистично показать поведение воды в реках и озерах, легкой ряби от ветерка, кругов от поплавка, поведение лески с носимой течением, рыбы, выпрыгивающей во время подсекания и т.д. Когда вы тянете к берегу крупную рыбу, видно, как она сопротивляется и идет под водой, поднимая объемные волны. Впечатляющее зрелище! Еще уникальность данного симулятора в том, что у рыб есть искусственный интеллект, который ничем не отличается от реального поведения. Потрясающая графика, реалистичные повреждения останностей, проработанная физика делает Fishing Planet отличной игрой с симулятором. Fishing Planet можно смело рекомендовать всем любителям реальной и виртуальной рыбалки. Спасибо за просмотр! Я надеюсь информация из ролика оказалась для вас полезной. Пишите комментарии, а также ставьте лайки, если понравилось и подписывайтесь на канал. С вами был Джеймс, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова